Катастрофически не хватает времени. Эти советы помогут вам решить проблему. В современном мире катастрофическая нехватка времени стала уже обычной проблемой. Времени не хватает на то, чтобы закончить весь список запланированных дел, не хватает его и на отдых, на общение с близкими. Как справиться с тем, что вам не хватает 24 часов в сутки на все важные дела, рассказали в материале Лифа Хакер. Выделите время на отдых. При планировании своих графиков и расписаний, мы постоянно забываем выделить время на отдых. Зачастую время после рабочего дня у. Нас занято тоже делами, но бытовыми и семейными. Поэтому на отдых остается только сон. Задачи и встречи идут таких плотным графиком, что любой форс-мажор способен обрушить весь намеченный план на день. А отдых жизненно необходим, так как он помогает успевать больше и справляться с задачами легче и качественнее. В состоянии цепноты и усталости, мы намного хуже выполняем свои задачи и обязанности как на работе, так и дома. Используйте паузы с пользой. Вам пришлось. Ожидать клиента, который застрял в пробке. Или посидеть в очереди к врачу. Не беда, всегда носите с собой планшет, блокнот или книгу. А паузу используйте для чтения заметок, ответов на рабочие письма. Записывайте. Не доверяйте своей памяти, так как удержать в голове абсолютно все невозможно. Делайте заметки, составляйте планы, списки важных дел, необходимых звонков, в блокноте или смартфоне. Записывайте важные идеи, полезные советы, ссылки, имена и контакты. Это позволит вам сэкономить кучу времени на поиске необходимой информации. Создайте шаблоны. Треть рабочего времени у офисного сотрудника уходит на переписки. Создайте собственные шаблоны на стандартные ответы. Пусть у вас под руками всегда будет шаблон письма с контактами, приветствием и подписью. Это сэкономит время во время переписки. Комбинируйте задачи. Если ваши задачи не требуют высокой концентрации, то комбинируйте их. Можно включить аудиокнигу или подкаст в транспорте. Прослушать необходимые аудиосообщения можно во время прогулки или пробежки. Читайте внимательно. Если есть вероятность того, что в письме, книге, сообщении или тексте информация важная, читайте внимательно, а не по диагонали. Так вы сэкономите время на повторном прочтении и поиске нужной инфы. Разгружайте мозг. Мозг иногда достигает полной загрузки информации планами, задачами и идеями. Остановитесь, запишите самое важное потом. Второстепенное. Так вы освободите место в своей голове и перестанете отвлекаться на назойливые напоминания. Откажитесь от подписок. Проверьте свои подписки в электронной почте, социальных сетях, отпишитесь от всего, что давно стало неактуальным. Это сэкономит вам время при проверке почты и поиске нужной информации. Можно создать специальную подписку, в которую письма будут поступать раз в неделю. Создайте собственные правила и традиции. Неопределенности, неумение принимать решения пожирают ваше время. Придумайте себе собственные установки, правила и традиции. Например, это может быть четкий график покупки продуктов, по средам и субботам, составление меню на неделю. Объединяйте задачи. Выделите полчаса-час в день на решение мелких задач, ответы на неважные сообщения, звонки и записи, оплата счетов. Можно выделить на это время раз в неделю или раз в месяц. Это поможет вам не отвлекаться на всякие мелочи в течение рабочего дня или недели. Отвлечение на пару минут потом приводит к потере получаса, так как вернуть вовлеченность назад в работу человек может только через 20-25 минут. Напомним, ранее мы писали о том, какие незаметные привычки крадут вашу энергию и силы ежедневно. А также рассказывали о том, какие факторы значительно усложняют вашу жизнь.